Во всех образовательных учреждениях страны, светских и церковных, начался новый учебный год. Для большинства школьников и студентов возвращение в стены альма-аматры после снятия режима ограничений дистанционного обучения, связанных с коронавирусной инфекцией, стало событием по-настоящему радостным и долгожданным. О многолетней традиции начала нового учебного года в Российском православном университете Святого Иоанна Богослова расскажет наш московский корреспондент Эльвира Гордеева. Этой традиции уже много лет. В начале нового учебного года в Молодежном центре Российского православного университета стартует открытый образовательный лекторий. Принять участие в нем приглашаются первокурсники, успешно прошедшие вступительные испытания и поступившие в ВУЗ, студенты, обучающиеся на всех факультетах и курсах университета, а также педагоги образовательного учреждения. Каждый раз это удивительные встречи. Это новые открытия, которые дают сразу же углубление в профессию для ребят, которые только начинают с этим знакомиться. Раскрывая разные аспекты своего дела в будущем, они уже с первых вот этих дней начинают понимать, с чем они приобщаются, кто с ними будет работать. В рамках образовательного лектория проходит дискуссионная панель, где в обсуждении самых актуальных тем участвуют не только студенты и преподаватели, но и приглашенные эксперты. Социальные работники пригласили директора центра поддержки семьи и детей. На журналистике у нас присутствовал Евгений Евгеньевна Жуковская, главный редактор портала «Приходы». На историческом блоке у нас присутствовал главный редактор, альманаха, подмосковный летописец. Как правило, академический лекторий длится неделю и каждый день посвящен одному из пяти факультетов учебного заведения. В этом году образовательную программу вместили в три дня и дополнили экскурсиями. Наш университет выиграл грантовый проект историко-археологических экспедиций и в рамках него все студенты первого курса имеют возможность в культурной программе осмотреть города не только ближайшего Подмосковья. И других областей. И вот для них станет такой незабываемый выезд завтра. Они посетят достопримечательности города Переславля. Несмотря на то, что новый учебный год уже начался, в Российском православном университете продолжается дополнительный набор студентов на несколько бюджетных мест. Два бюджетных места на теологии очного отделения. Четыре места на заочном отделении. Религия ведения приглашает на семь бюджетных мест. И мы рады приветствовать студентов в нашем университете. Они получат самое базовое знание. У нас победуют ведущие специалисты из разных духовных школ. Для многих выпускников Иоанна Богословский университет стал добрым началом интересной, плодотворной, разнообразной деятельности на ниве просвещения и духовного возрастания. Узнать более подробную информацию по всем вопросам обучения или поступления в ВУЗ можно, обратившись в Молодежный центр Российского православного университета. В определенных сферах.